Девушки отдыхают... Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернутся в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артем еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так, может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что, спутники, свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разметки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А, во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артем, поехали искать твое идеальное место. Трубе отъезд. Привет, дорогой друг. С тобой Гаекс. Ты на канале Гаекс Геймс. А это продолжение игры Метро Исход. Как ты помнишь... Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. По определенным обстоятельствам стало есть людей и превратились в таких, грубо говоря, зверей. Или это уже просто люди, которые туда пришли. В общем-то прошло много лет, там что-то все запутано, непонятно. И мы выбрались оттуда, всех перебили, как всегда. И теперь направляемся на Каспий, да, к Каспийскому морю, как полагаю. И будем искать новую жизнь, да, для себя в каком-то месте, которое мы узнаем уже там. Видишь, у нас тут внизу в картинке нарисован радар. Это о чем говорит, о том, что у нас план приехать каким-то спутником, там данные какие-то спутников собрать, чтобы понять, где на планете у нас не было большой ядерной активности. Где у нас сейчас есть свободная зеленая зона, где мы можем спокойно выживать, чтобы дальше приехать туда и обосновать свою колонию. Соответственно, план у нас именно такой. Но, если ты заметил, я вот уже не первую серию говорю о том, что у нас Анечка кашляет. И это не очень хорошо. Она вот реально кашляет и кашляет. Мне это не нравится, у нее глаза какие-то темные. Может быть, она в зомби хочет превратиться? Давайте последим за ней. Как тебе сейчас в серии? У меня немножко изменилось. О боже, как красиво. Я немножко с настройками поиграл. Сейчас качество картинки будет немножко хуже. Я кадров сделал 30, месяца 60. Но, надеюсь, это не сильно повлияет, потому что у меня первые серии 10 вообще какие-то лаги именно с видео. Блин, у меня, не знаю, походу видеокарта не справляется с записью. Именно. В игре все работает хорошо, а запись почему-то не хочет. Да, уж приехали. Один песок кругом и жара. Что тебе не нравится, дорогая? Зато тут зомби меньше. Видишь, я по крайней мере не вижу. Блин, ну как красиво, ты посмотри. Какая машина, где? Любимая, ну ты, конечно. Артем, машина. Саул, смотри, баба, баба. Смотри, они кричат, баба, баба. Ну баба, да, моя баба, не твоя. Давай на пост, брону надо доложить, барона. Слышь, баба? А тебе хотят доложить. Ты что? Я же за тебя отторгуем нахер ухи. Мне тоже. Что, что, что? Что, расскажи? Кто говорит? Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. Братишь, да ты? Парень-то крутой. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Опять Аня, да ты охерел, блядь. Чёртов бункер и убираться отсюда. Блин, что-то кофточку поменяла. Классная кофта. Как потом отсюда убираться? Воды в котле осталось разве только чайку заварить? А топлива и вовсе нет. Эээ, да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача. Поиск воды и топлива. Сэм, подниму, мы готовимся к обороте. Блин, нам постоянно нужно что-то делать. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Так, давай свои задачи посмотрим, я прослушал, если честно. Хорошая задача, да? А, вот. Короче, я понял, мне нужно этих машин найти. Кто там, да? А нам сейчас всё будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет не быстро тока, но и недалеко. Мотор ли такого веса слабоват? Как не выйти? А, вот выход. Чё, братишь, чё здесь у нас? Рассказывай. Ты идиот, а или кто-то? Ты окрестности так изучаешь? Интересно, интересно, неплохо. Слушай, а тут неплохое место. А тут можно базу, да, свою временную сделать? Мне кажется, вагон железный, там жарко. Да-да, ребятки, шарят. Ладно, ребята, я так понял, вам похер, да, на меня я пошёл? Чё ты машешь? На разведку собираешься? Да. Глянь, пригодится. Чё это такое? Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинял с взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Хорошо. Так, аптечек наделаем. Там всё несложно. Тридцаточка, да, у нас разрывная. Ух, забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Угу. Давай почистим. Всё чисто. Как в жопе тракториста. Чё у нас здесь? Опа. Ночной прицел, да? Ночной прицел, ночной прицел. А чё он нам даёт? Я помогу ночью смотреть, но у меня же ночное видение есть. Для чего эта штука? Красный лазер. Инфо-красный лазер. Невидимый луч, инфо-красный лазер, прицел создаёт на цели очень небольшое пятно, которое можно заметить только при способе ночного видения. А надо ли мне это? Ну попробуем, что ли? И автоматом с ночным прицелом, да, это будем делать? Это что? Гатлинг. А, это пулемёт Гатлинга называется, та штука. Это у нас оптика 4Х есть, да? Вот она мне не очень нужна. Есть укороченный ствол с глушителем, есть удлинённый ствол с компенсатором. Это сочетание ствола. Урон будет меньше. А нет, урон выше и точность выше. Стабильность меньше, точность зато высокая. Слушай, ну это уже прям снайпа конкретная. Нет, мне нужно оружие с глушаком. Так, что мы здесь можем сделать? Уменьшенная стабильность. Зачем мне это делать? Так, а что один ствол даёт? Увеличенная стабильность, тончность меньше, урон. Ну не, ну двухсолочка, конечно же, нужна. Закрытый коллиматорный. Ну, пока вроде бы нормально с ним работал. И вот эту песоточку надо как-то улучшить. Так, она никак не улучшается. Давай по Патрикам посмотрим. На неё у меня патронов обычных не было совсем, да? Давай наделаем. Штук сто. Этих штук пятьдесят будем иметь в виду. И-и-и-и-и-и, зажигалочки тут нужны будут, не нужны. Эй, ладно, закрываем. Погнали. В общем-то, смотрим, сколько по времени у меня сейчас. Так, всё, чтобы я сильно долго серию тут не затягивал. Подвигаемся. Что этот ночной прицел делает? О боже. То есть днём с ним не поработать вообще, да? А я могу его как-то... Для чего мне прицел ночного видения, когда у меня есть и так прицел? Я вот это не могу понять. Точнее, у меня и так ночное видение есть. Зачем я его всё-таки сниму? Это вот ошибочка. Давайте таким ходить прицельчиком. Это тут больше прицел нравится. То есть по факту это то же самое получается, правильно? Я же нашёл очки. Смотри. Раз. И смотришь. Верно? Верно. Так, всё, двигаемся сюда. Давай, пошли. Смотри, смотри, это эти же, как они называются? Интересно, они это, того уже превратившиеся? Давай посмотрим на них. Крыски. Маленькие крыски. Вы того? Вы уже всё обращённое, да? Да. Пошли нахер отсюда. Ты куда мне двигаться? Я же правильно иду? Там ведь деревня была, а то я даже не посмотрел. Да, всё верно. Погнали, давай, короче, пошустрее. Бравим штуку эту. Чё по фону? Вообще, вообще нет радиации. Ты посмотри, они живут здесь без радиации. Да лучше здесь жить без радиации. А, это чё за херня? Это чё за херня, ребята? Так, давай-ка по деревне пройдёмся. Чё по радиации? Он чё там не говорит, тут есть. Вот здесь, да? Отлично. Ты чё, отдыхал, да, здесь? А чё им так много надо-то? О-о-о, ребята. Артём, тут, похоже, буря собирается. Не, в чё? Да ну нахер! Буря соби... Не, давай без буря. Не, ну какая буря? А там, наверное, лут есть, да, дальше? Ёб твою мать! За что? За что? Я не хотел, отстаньте. Валим, пацаны. Валим нахер, ширкайся. Братан, ширкайся. Давай-давай-давай. Вот это я зашёл. Тут буря начинается, а я с этими пингвинами должен тут... Ну, мне не нравится эта пушка из-за того, что её подкачивать нужно. Так она... Нормально вроде пилькает. Змеи! Блин, ты чё, это змея была? Ты глянь! Ненавижу змей! Они кусаются? Япона, мать, я обосрался! Ладно, чё, ну пилика, это меня привело сюда зачем-то. Хочу, тут какие-то люди были. Всё, валим отсюда, нихера-то делать. Какие-то твари летают, там песчаная буря идёт, змей ползает. Куда мы приехали? Валим отсюда, ребята. Это просто отсюда надо смыться. И как змей увидел, всё, конец игры. Я тут больше не хочу находиться. Обрекнеться, они ещё грызли бы. Куда мне идти вообще? Нет, мне глибеев, мне вот сюда надо идти. Смотри, он дома обнимает. Так, я слушаю, если им столько нужно. Подожди, чё за звук? Не кого-то жали. Не, тебя не боюсь, спартан. Ты не страшный. Они кого-то ели. А чё их так много здесь? Подожди, а это нормально, что их так много здесь летает? Кто-то стреляет? Точка сохранения. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, это там. Чё это там? Подожди, стоп. Это чё такое? А это гули обычно, нет? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Противогаз. Погнали противогазе лучше. Чё это было, змея, нет? внутри он поджигает кого-то я даже не знаю надо мне это нет что там рассказываешь им какой еще поезд да ну нахер валет сюда в голову в голову в голову стреляем в голову стараемся в голову стрелять вот это эпик ребята да это это просто андрил это это сложно слишком так это зря потушил до еще бы стрелять уметь не помешало бы стрелять уметь потухло 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 я могу машину сеть надо подкачать хочу машину сесть чего вышли оттуда утреками бросил меня хэдшот это подкачка постоянно на меня напрягает патрики кончились суша я туда пойти не хочу без патрика давай топ-то братан сап поменяй фильтр фильтр бро лицо про три пошли залетаем подожги подъем наверх по первому этажу сначала пройдемся тут закрыта тут варина где-то лазят тут ни хрена нету наверху щемят пацана два кассера зажжем отлично не услышу тебя больше никто я приду с тобой пообщаюсь что-то там про бабу говорил боли но это просто от это чё такое как тут жить воздушка нормально напиховывает заряжать только надо постоянно надо что-то делать как-то починить эту тему чтоб она откуда камнем не зарядил ага вот он да радиостанция прием прием ни хрена не видно ни хрена не слышно братан все заржавело давай двигаемся наверх все заржавело все заржавело что здесь происходит что за огонек ну-ка-ну-ка братан не не зря души его что там у тебя ключи смотри тварины нам на машину залезли раз а блин хрен попади я тоже тебя не вижу это что-то новое у нас дробовичок ребятки это дробовичок новенький давай попробуем с ним походить блин слабый уродливый дробовик мне нравится дайте мой будете бесконечно лезть готов вот это дробовик так дробовик все хватит с вас чё бы такого не может кто еще где-то лазит давай подлутаемся ну что ну с этими пацанчиками лучше конечно в упоре работать дробовичка но там где-то внизу сидит ладно надо сваливать это берется не тут ничего не берется ребятки просто спускаемся погнали погнали брук они смогут меня взять нет ё-моё чё вас так много то мимо а так попал где еще вон еще идет давай к машине их слишком много я боюсь машину лезть давай вот сюда ты чё думал увернёся? увернулся так а теперь машина я слышу кто-то слева идет куда ты на крыше оказался? опять началось дай ему в шею бей его ключом вот так вот отлично и его тоже почему я вообще в этой жопе попадаю? ну как живет? да о наши подскочили этого тоже хорош да я здесь ты где-то такую песовку нашел да? как я находил? вырезай тогда с хозяевами этой таратайки я так понимаю поболтать уже не получится да не получится где ключ? хотя будь у меня такая машина я бы тоже отдавать не захотел не больше так по патронам проблема все в песке блин давай это сделаем здесь только такие патрики да можно делать слышь ты куличики лепил я тут вообще-то блин хрен знает сколько зомби убил влази какой маяк? давай еще надо понаблюдать за окрестностями базы как любит попиздеть вправлюсь к тебе до встречи влази с машины это змея была? не слышал змею где-то рядом отойди да мир, ну ты короче это из этих мест да насколько я понимаю или нет ну песо . у нас гладенькая да посмотри какая точила ну давай заводи бунь 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 дано да? ты на рано такое никогда не ездил вот откуда он знает как управлять если он в 4 года залез в метро и больше никогда из него не выходил ну только сейчас вышел то есть откуда ему знать как водить машину а куда я еду вообще стоп то я просто сел и поехал ну мы кстати правильно едем сейчас по дороге прямо прямо всем слушать барон говорить будет всем слушать барон говорить будет себе дороже гости видать из непонятливых ну или издалека в любом случае надо разобраться что это за черт это че за херня там кого надо вызвать отдельно а остальным пока готовить тачки пушки и бычьё из рабов скоро все это может монадовить у них рабы здесь есть ты понял у них здесь есть рабы ё-моё куда мы приехали чуваки да ты просто во всем мире жесть какая-то жопа полная такая не худая а полная че здесь у пацанов происходит че будем смотреть общаться не опиши что тут можно что-то залутать мы сюда приехали а не мы не доехали чувак те кто мерза сам ты мерза блять подожди я тут полутаю у тебя и уйду хорошо да да пришел посмотреть как вы тут работаете да с вышка с барон пришел у тебя тут лут есть у меня патрончики кончатся скоро че мне делать да да никс в старпома и вот он перед отплытием говорит просади за грузом в 406 406 м контейнере там особая поставка сам знает для кого отвечает головой головой они имеют теперь делать вечером да то 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 ладно те кто такой что здесь сделать кто разрешал я здесь иди отсюда я еще застрелю 406 м до ящик где такой ящик 406 охрана у вас здесь есть чувачки пока не видно хран да туда братан я понял я понял наверх поднимемся нет что это что за место вообще нефтяник о по ребятки а чему сюда пришли хочу сюда пришел ребята никто не понимает пока не братан там еще один есть хочу сюда пришел ребята я как всегда в своем репертуаре пришел всех убил что-то там разговаривает так хочу сюда пришел у раба да тут насила давай вставай это не буду бить нес и так этот пацанчиков перебил всех что можно пройти нет причем убил только одного до цельных врубал так здесь ничего интерес опана а что это за писос от револьверчик у нас это у нас револьверчик был такое мы уже имели ввиду опана так а тут у нас запчасти да вот зачем мне сюда нужно было ходить тут есть такие запчасти которых судя по всему я нигде бы не нашел то все трещит как так жестко чё сюда пришел кто мне объяснит новую запчасть какую-то смотри нашел еще что-то нашел все больше не торчит да ну ты понял да здесь короче есть какая-то запчасть надо будет потом посмотреть что это такое поднимаемся наверх она за противогасить это что у нас это у нас верстачок мы сейчас здесь все наделаем патриков на патронов нет на ружье где патрики на ружье мы их наделаем прямо не очень сильно нужны и посмотрим что у меня здесь выдала это что детектор движения это детектор металла сушат от не бесит таком металла свечем препар при помощи разнообразных детекторов и сложных алгоритмов отработки детенцирует движущие противника однако требует практически для практики для в кино выведения боя давай попробуем чё нам дает этот детектор какой-то детектор об она это какой-то новый ствол ты посмотри она чем могу поменять его давай в калашик свой скинем пока новый пулемет новую какая-то писал . появилась и мы ее разобрали до с тобой она мне не нужно николаш нравится но тут куда запчасть все может быть и стоило попробовать так ну в общем то я так понял это место не для задания судя по всему потому что я тут ничего не нашел посмотри по карте просто уничтожил место какое-то было у них здесь вот там еще ящики подожди туда вниз пока не поделим надо их обутать вниз куда едет так там рабы хорошо просто по ступенькам туда спущусь пошли сюда тут еще не все золотали здесь что-то есть у нас еще какие-то вот какой-то у меня работяги здесь разбирают очень-то корабль вовсю здесь можно спуститься но и здесь прыгну сейчас логу до сломаю себе на были так ли не обходить ничего страшно как не быстро спуститься точно ноги переломаю себе в черте дети даже пришел из какого-то контейнера вот отсюда чё хозяина мне увидел ничего не сделал мне где-то там рассказывал мне что-то чё ты мне подскажешь что-нибудь нет все нету хозяина у тебя можешь уходить эти отпуска хороший рапа слушаю я понимаю давай даже вижу я все сделал что хотел хозяин наверху там был приставка был в общем смотри чем мы сделали мы всех оглушили дюль гельнара согласен согласен так подожди куда мы приехали вот здесь поставим свою точу всем слушать барон говорить будет всем слушать барон говорит вы мля бараны драны одну шмару поймать не можете одну мля целой бригадой она там уже дюжину подкринал завалила знать ну так если будете и дальше с раками думать она всех положит и на вышку заявится знаете какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают ну так если вы и дальше будете в том же духе выступать они на нее и молиться начнут короче мне на вышку это туда да надо хоть весь остров дождите но если без нее вернетесь я из вас не поп сделаю поняли а как не забрать тебя дорогая подожди а как не замок то сломать и эту штучку тоже могу угнать что отдохнуть присял да как всегда в этой игре везде кто присядет отдохнуть так хана ему так давай посмотрим что здесь у нас мне сюда ведет так смотри так вот смотри какая штука мне опять ищет так вот смотри какая штука мне опять ищет сейчас что-то было такое черненькое помнишь я тебе говорил тогда против сектантов я походу не должен их убивать если их убивать то я про сруда мира здесь да походу да мир же местный парень надо как-то это делать значит по стелсу боли попробуем поставил свою работу нет почему они все горели вообще я просрал там что было написано про сигареты да так я у него забрал противогаз он задохнулся ловушки короче ты прикинь она тупо наделала ловушек юли очень жесткая женщина это понял надо поаккуратней так это раб удачи движения как понять есть он или нет вот двое-двое понял здесь трое да вижу точно так подожди да и подорваться тут вверх не сюда идет тихо тихо пока не все сработало просто так ловушек да говорят что она делала внутри все провалится тихо 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 дадим браток наверху дадим браток здесь стоп стоп ловушка какой тяжелый я свой ты чё это чё за херня здесь блин я свой сал бросил он тут ловушечку замутил вот и глянь вот эта хрень сейчас как бахнула бы я понял не дурак так что можно дальше пройти нет окна вот она когда так еще растяжки смотрим всякие а кто это а кто это а кто это братан кто это кто здесь был кто здесь был так этот на ловушке сидит давай мы его тоже это не поняла в противогазе нет нет не противогазе разбираем вот эту штуку да слушай я столько рейсов на самом деле поднимаю вот представь да я вот я думаю практически все рейсы я собрал в этой игре которые можно было собрать и при всей этой хрени у меня постоянно нехватка ресурсов а че делал бы если бы я вот вообще там забивал на это дело так это я потушу где они стреляют дачу движения ничего не показывают да себе бля тут еще жесть какая-то идет сгюль завалят нахер там война идет прям настоящий все по времени у нас были на то время долго идет видос давай бля 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 ты бля кто такой ты бля кто такой ты бля кто про кого вас помощь мне пришел сейчас вас собак совсем быстро убивать будем ха 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 где-то рядом там трубик лежит давайте идем к нему к трубику отойдем нет 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 оооооо бак бак нашли какой то шайтан получай так хорошо где они здесь я их не вижу на тачках что-то они как-то изи отваливаются тут у нас лотик есть возьмем его слушай там гуляща женщина такая что она всех убила сама я никого не бил и даже никого не вижу гюль ты давай это мне оставь чуток там кто-то у нас сидит блин и как по три в разные стороны стреляет отлично гюль всех перебила здесь я понял кого где отрабатывает она кто-то живут куда населяют там шейтан лежит здесь кто-то ну-ка подожди это что такое вход бункер какой-то так ладно но она сюда куда-то шмалит смотри вон она сверху выставляют всех облутаем вида дро да ладно вот если я чё такое возьмем это что дойду подожди сейчас дай-ка разберу я типа полз просто поднял да это ствол ну блин надо разбираться что за оружие тут и понабрал блины нельзя даю разобрать жаль хочу не могу полутать вас так подожди место с калашом надо ходить вот это такое да у них слов внутри не с каким-то другими песочками чё тебя не добил похоже что добил да мы жестокий царян правильно думаешь давай опускай лифт я пока полутаю здесь так чё здесь все надо пролутывать максимально внимательно как это сказал на первой части я все буду у тач где лифт нихрена ты тут придумала лифты какие у тебя лифты так а туда вообще можешь сбегать здесь происходит вообще куча какой-то нефти да это же нефть вот это нефть да да бурлит смотри нефть это же нефть пролит короче нефть и купаются погнали бюль смотри там бурлит это прям здесь бурлит ё-моё ты вода есть не проходи дороги мой друг привет народ гуль весь в кун в рабы против меня также хотел лучше смерть лана спасибо тебе за просмотр на этом мы эту версию эту серию забудем заканчивать если тебе понравилось видео ставь лайк если хочешь смотреть и дальше мои мое прохождение как минимум метро то подписывайся на канал чтобы ничего не пропустить тебе спасибо до скорого до следующего видео пока пока